Дмитрий Курочкин 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 Не тренируйтесь в машине. Это опасно в первую очередь для вас, потому что работа с манком требует постоянных двух рук. Также внимание. Правда, в некоторых случаях на охоте нужно манить одной рукой. Нет возможности использовать вторую руку. Но это только на охоте, вне машины, на тренировках. Ну, никак не в машине. Итак, первое занятие. Вам нужно освоить две важные вещи. Первое – это правильное положение манка в руке. Второе – это правильная подача воздуха в манок и его контроль. Без этой базы, если вы это не освоите, мы не сможем продвинуться дальше в обучении. Что касается правильного положения манка в руке. Самый оптимальный вариант и запомнить правильное положение – это положение делается на четыре счета. На раз вы берете манок в правую руку и кладете его между большими указательными пальцами. На два прикрываете горн манка правой фалангой указательного пальца. При этом фаланга указательного пальца у нас упирается в край горна. На три слегка поджимаете три оставшихся пальца. Но не дожимаете до кисти, слегка поджали. На четыре закрываете вот это свободное место между кончиками пальцев и кистью правой руки. Закрываете это место большим пальцем левой руки. Тем самым у нас воздух никуда не прерывается. И указательный палец левой руки у нас ложится между мизинцем и безымянным правой. Тем самым фиксируя кисть, фиксируя всю нашу конструкцию правильного положения. И при таком положении у нас получается продолжение манка, своеобразный горн из ваших рук. Сейчас я вам покажу звучание манка без правильного положения и при правильном положении. При правильном положении на четыре счета. Как вы заметили, при первом выдуве, когда манок не лежал в руке, у нас получился звук обычной дудочки. При втором положении у нас получился перелом звука. Вам нужно добиться этого перелома звука и научиться его делать при любом вашем положении манка. То есть вы положили манок, правильно сделали кисть, дунули, у вас это получилось. Если мы сможем это сейчас сделать, то мы можем идти к следующей части нашей занятия. Это правильная подача воздуха в манок и его контроль. Воздух в манок подается из наших легких. Без использования щек и лишних действий губами. В таком случае у нас весь воздух попадает в манок, а не выходит мимо. Вам необходимо освоить подачу воздуха без низкого звука и с низким звуком. Сейчас я вам покажу, как звучит манок без низкого звука. При правильном положении. А теперь покажу, как этот манок звучит с низким звуком. Как же получить простой звук и низкий звук? Как я уже ранее говорил, это правильное положение манка в руке. Без правильного положения мы его не получим. Простой звук в манок получается практически само собой. То есть у нас манок лежит правильно в руке. И мы подаем воздух в манок, не наращивая темп на одной скорости с одним усилием. При этом в манке образуется давление обратное. И звук переламывается у нас. Своеобразный перещелк язычка происходит. Как нам сделать низкий звук? Для этого нам нужно в манок подать такой звук. Можно помодулировать этим звуком Не на одной волне, не с одной силой его подавать То есть не так вот А модулировать этим звуком Уменьшать и увеличивать темп, скорость, силу подачи воздуха То есть наращивать, уменьшать Если мы сделаем на одной ноте этот звук Получится следующее При закрытом Если мы начнем модулировать голосом И выдувать в манок звук У нас получает своеобразная горка из низкого звука Вот это вам нужно освоить Ничего в этом сложного нет Тренируйтесь Я думаю у вас это получится И переходя к практическому заданию Я еще раз выделю Что мы должны научиться делать на этом занятии Это правильно держать манок в руке На четыре счета Как я уже ранее говорил И получать простой звук И низкий звук Теперь я вам дам три упражнения Для самостоятельной тренировки Первое упражнение Направлено на контроль воздуха в манке Вам нужно уметь делать срыв в начале В середине и в конце выдува С помощью этого упражнения Вы сможете контролировать срыв звука И в дальнейшем научитесь делать Короткие длинные ноты Показываю на примере В начале срыв В середине срыв Перелом звука И в конце То есть я сначала Сорвал звук сразу На выходе из манка Потом я немножко протянул Высокий звук И опять его сорвал в середине Потом я протянул еще больше И сорвал его в конце Повторю еще раз Второе упражнение На повышение и понижение громкости звука Также это упражнение Поможет вам освоить Получение обычного звука И низкого звука Для этого вам необходимо Научиться контролировать Левую руку И освоить три разных громкости звука В дальнейшем Вы сможете разнообразить Эту громкость Но на начальном этапе Я считаю, что проще освоить Три степени громкости звука Показываю, как это выглядит С простым звуком сначала Потом с низким звуком При этом у меня работают Три пальца левой руки Я сначала делаю тихий звук При этом у меня практически закрыт горн Но внизу есть небольшой выход Потом я его наполовину открываю Звук повышается И открываю полностью Звук становится еще громче Повторю еще раз Вам нужно научиться это делать очень быстро Чем быстрее вы будете это делать Тем лучше вам будет в дальнейшем И проще Стремитесь В быстроте выполнения этого упражнения Но не забывайте про качество И четкость звучания Теперь я вам покажу Как это упражнение сделать С низким звуком То же самое Только мы модулируем голосом в мой ног Либо просто Либо с модуляцией С наращиванием темпа И уменьшением его Но также Гасим его левой рукой На три счета Получается у нас Раз, два, три Раз, два, три Своеобразная горка Также его нужно выполнять В быстром темпе В заключении первого занятия Я дам вам еще один Не менее важный совет Не спешите форсировать события Всему свое время Тщательно научитесь делать Простые вещи А потом переходите к более сложным До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok